Здравствуйте, молодой человек! Вот как остановить этого человека, вы не знаете? Я уже сошел в чемоданник! Что ты туда положил? Можно я проверю хоть? Да! Хорошо, пошли туда пить чай, завтракать, хорошо? И поедем с папой до детушки-леси! Ты счастлив, сыночек? Или не очень? Может, с мамочкой останешься? Может, мам, может, я с тобой поеду? А может, ты со мной останешься дома? Да, Афоня, оставайся! Нет! А я, конечно, тебя поеду! А едет только Афоня и Антоша! А эту сумку ты брать будешь? А там пусто! Не надо ее брать, да? Я с вами лезю сюда! Ты крутой, короче, да? Я обещаю всех! Мы готовы нам? С мамой, с Афоней, мы готовим лезун! Нет, нет, мы сегодня дарим генки, и мы сегодня повали! Повали? Повали, идите, оденьте маечки, потому что, если будете вдруг масло стрелять, чтобы на вам на живот не брызнуло, хорошо? Наташа у нас будет переворачивать, а Афоника доставать, да? Мой влаши, брат! Мой влаши, брат! Ме-ме-ме, повали, смай! Все вольно! Вилки, ты будешь все доставать! Повали, маечки! О, я знала, как доставать вот так круглеском! Сколько потом... Да подожди, еще не поджарилось! Ты только перевернул! Я только! Ну, ты только перевернул! Пока, сынок! Пока! Нетоха дома! Слушай, ну подстригли тебя, конечно, что-то не очень! Да? Зато сегодня на футбол, сынок! Пока! И Антошку папа взял! Берет Антоху! Уйдешь, ты же не продаешься! Да? Залазь, сынок! Рад что с тобой? Собираться! Брат едет! А ты взяла куртку моя? Да, вот я три куртки вам положила! На всякий случай! Да, вдруг там ветер или дождь даже! Она еще всегда так, она не упадет! Так вот сюда, может, наперед сижу! А нет, у меня... Сижу, не с цветами? С чемоданами! Уже завтра приедете? Ну, давайте! Бабушке Галле, здешка Алеша, привет! Пока! Я доготавливаю супчик, здесь у нас такие галушечки на рисовой муке, не хотела идти в кладовку за обычной мукой пшеничной, вот покупала тогда в метро рисовую, поэтому добавила рисовую и сейчас уже почти все готово! А птица застряла! Она еще вчера, она такой не вылетела? Нет! Надо ее взять сачок, а то поймать! Да поеду, наверное, поймаю! Только оденься! Так, я сейчас упаковала пряники! Вот, палочки отдельно теперь кладу, потому что с палочками торчащими неудобно упаковывать, и вот, так что все, повезу их сегодня в домовой! Так, и вот еще пряники, пираты, корабль, тоже палочки, и это просто домой, для домашнего тортика! Гляньте, кто у нас в доме! Гриша! Гриш! Гриш! Я сейчас смотрю, думаю, что там ползет, я даже не знаю, откуда, откуда она выползла! Гриша! Глянь, кто у нас живет! Пойди, возьми, выбрось, ну, не выбрось, в смысле, в траву, выпусти! Вот это, где она была? Не знаю, тут сейчас бежит такая, бери ее, вынеси на улицу ящерку! Ааа, нам можно, похотелся взять! Да что, ты боишься, что ли? Ну, нет, просто таза такая, не хочу! Ну, тогда бери! Господи, Гриша, давай я, наверное, это сделаю! О, ну, глянь, кожуру сбрасывает! Угу! Кожуру, кожу! Я дома, поездила по магазинам, купила цветы, полотенца, носки, носовые платочки, в общем, завтра пойдем на кладбище. К маме машина все это сложила, еще буду сейчас делать тесто на пирожки в хлебопечке опять, сначала сделаю пряничное тесто, потом тесто на пирожки, положу его в холодильник и вечером приготовлю пирожки с капустой. Сделаю, наверное, два замятика, потому что пирожки с капустой, не знаю, по-моему, это самые-самые любимые наши пирожки. И еще, наверное, что-то куриное надо приготовить, еще пока не знаю, что, но хочу такие отбивнушечки. Картошка, помидоров не купила, розовых не было, сырок, что-то вот в таком вот стиле, когда снизу мясо, прям такие с ладошку размером, и сверху картошка с майонезиком или со сметанкой и с сыром. В общем, как-то так будет. Так что сейчас начну с пряничного теста, потому что вечером еще хочу сделать пряники на крещение. Уже почти подготовила, ну, в общем, придумала. Идея есть, главное теперь ее воплотить. Нужно сделать семь пряников. Они будут, ну, такие вот, примерно 10-12 сантиметров. Это будет каждой семье на Кристины. И будет еще два пряника на торт. Так что сегодня будет такой продуктивный вечер. Начинаем с пряничного теста. С Гришкой поужинали. Он уже пешком пришел. И я что-то не поснимала. Мы просто поджарили курочку с огурцом и с соевым соусом. И я сделала салат с капустой и с огурцом. В общем, везде были сегодня огурцы. Один, потому что был такой длинненький, знаете, который им еще метровый продают. Вот он был в холодильнике. Я сейчас все порезала его. Разделена на две части. Курица с соевым соусом и с этим огурцом. И салат. Все. Вот такой ужин вкусный. Я опять достала свою хлебопечку. Включен режим теста. Вот такой вот он, ребята. И вот хлебопечка. Ларис. Что я хотела сказать. Я здесь мешаю тесто на пирожки. И здесь оно у меня записано, как тесто для пиццы. Сейчас я вам покажу рецепт. Вот тесто для пиццы. Вот оно. Вот такое вот. Уже не раз на нем делала. Очень нравится. И для пирожков с капустой самое то. Гришку отвезла на карате. Сразу с футбола на карате. И сейчас пойду смонтирую видео. И буду заниматься начинкой для пирожков. Купила квашеные капусты. 600 или 700 грамм. Уж точно не помню. И сейчас ее обжарю с луком. И все. И будет такая вот начинка для пирожков. Мы будем делать пирожки. Еще хочу сделать пряники. Но не знаю. Посмотрю на свое настроение. Не знаю, как у вас. Но у меня, когда только мой муж уезжает, настроение, как будто у меня нет руки или ноги. В общем, ничего не хочется. Реально вообще. Я бы так легла и сидела бы в телефоне. Вообще прям заставляю себя что-то делать. А еще и таблетки для посудомойки закончились. Это вообще трагедия, если честно. Теперь моем вручную. Еще, кстати, хотела сказать. У меня до того, как я купила вот эти вот таблетки для посудомойки. Тоже несколько дней их не было. Я мыла фэри. Честно, у меня руки были сухие. И даже когда я пошла на маникюр, вообще, она меня смотрит и говорит. Вообще-то чем занималась? Почему такие сухие руки? Они прям даже облазили сверху. И потом я выкинула это фэри. Фэри, реально, не знаю, но это правда было от фэри. Потому что ничего в моей жизни не поменялось, кроме тогда мыть руками. Я тогда купила вот такую вот штуку, The Row, для мытья посуды. Она уже вот тоже закончилась. И я вот теперь опять... Ну, она тоже написана, что ЭКО, там ШМЭКО. Я, если честно, думала, разницы нет. Но нет, по рукам я ощущаю, разница есть. И сейчас я мою посуду руками. Вот этим средством от Юлии Высоцкой. И правда, руки не сохнут. Поэтому все-таки слово ЭКО играет важную роль. И фэри я больше не покупаю. Заказала таблетки для посудомойки на Валборисе. На Валборис. И по отзывам мне сейчас на Валборис очень нравится. Тем более теперь у нас открылся пункт выдачи, который работает до 9 часов. И это безумно удобно. Я и на карате могу ехать, и забрать. И вообще, не знаю, проезжаю мимо. Поэтому удобно. По отзывам выбрала товар. Не спеша, даже там в 12 часов ночи. Почитала отзывы. Понятно, что их могут писать. И там все неправда. Но вот честно, все, что я покупала, по отзывам, все как бы вот как есть. Даже написано. Знаете, как бывает, что всем хорошо, а кому-то не так. Так, вот я все равно смотрю и на этот пункт. И да, там получается, что что-то там не так. Но есть такие вещи, которые не критичны. Я бы, например, там не заметила их. Какого-то там недостатка. То есть, но удобно теперь. На Валборисе вот таблетки для посудомойки заказала. И вот средство для сантехники от Майн Либе. Оно вообще супер. Вот если вы увидите, купите его. И если вдруг Валборис у вас там тоже где-то неподалеку, или курьер приезжает, то заказывайте смело. Оно супер. Мама тут готовит. Готовлю кастрюльку для пирожков. Мама так моя всегда делала. Обычные чистые листы брала. Выкладывала их, чтобы они впитывали лишний жир. Сейчас еще один листик возьму. Вот так. Масло уже разогревается. Я сейчас полеплю уже пирожочки. Сейчас будем жарить. Сейчас сковородка разогреется с капустой. Никакой скалки. Просто руками все приминаю. Капуста. Капуста не густо. Вот и. Делаем пирожки. Делаем пирожки. Гриш, ну как ты две тренировки выдержала? Да, нормально. Будешь так ходить? Тогда почему бы и нет. Да? Так, ну все, сейчас будем уже жарить. Слышали? Пс-с-с. Пс-с-с. Ты слышал? Пс-с-с. Такой. Пс-с-с. О, пошло дело. Вы решили, по-моему, любимые пирожки, да? Да, с капустой. Как матроски на телезнобных виде кричал. А, помогите пирожки с капустой. Лучше поддал их мне. Да? Только настоящие, а не мультяшные. Продолжаем. Они жарятся. Так же лепить? Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok